В строю журналисты и видеооператоры, знакомые лица как с регионального СМИ, так и с федерального. Всего 35 представителей средств массовой информации участвуют в учебно-практических курсах под названием «Бастион». На одну неделю они сменили домашний уют на военные палатки. Ежедневно им рассказывают важные для их профессии правила, как оказать первую помощь, выбраться из толпы негативно настроенных людей и многое другое. Чтобы сберечь его жизнь, надо научить, как он должен действовать. Это главная задача – сберечь журналисту жизнь. Вторая задача – не мешать нашим правоохранительным органам, Минобороны, МВД, МЧС, Национальному антитеррористическому комитету выполнять свои обязанности. 6 июня на учебно-тренировочной базе отдела Росгвардии Призанской области прошли учебно-практические курсы. Представителям средств массовой информации показали различные методы работы силовых ведомств. Все занятия были приурочены к грядущему чемпионату мира по футболу. Первая учебная точка – это работа саперов. По легенде, на футбольный стадион прибывает транспорт с болельщиками. Каждого фаната обыскивают с помощью металлоискателя и отводят на безопасное расстояние. Здесь в дело включается кинологическая служба. Собаку зовут Винч, и ей 8 лет. Она присутствует на всех инженерно-саперных мероприятиях, если нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, или поступает звонок о заложенной бомбе. И здесь нюх Винча не подвел. Она находит самодельное взрывное устройство, или сокращенно – СВУ. Об этом сразу же докладывает сотрудник. Значит, майор с собой обнаружил подозрительный предмет, возможно, не свой предмет обозначен в пилосипах. Внимание! Организовать оцепление, отвезти граждан на безопасное расстояние. На вызов оперативно прибывает инженерно-техническая группа. У сапера в руках две коробки. Одна из них – устройство под названием «Туман». Она заглушает радиосигнал сотовых телефонов, чтобы взрывное устройство не смогли активировать. В другой – оборудование для разминирования. После оценки специалист решает вынести СВУ из машины и взорвать в безопасном месте. Для этого используется специальный щуп длиной 2 метра. Взрывное устройство извлекают и относят в специальную зону. А после этого следует подрыв. Следующая учебная зона – кинологическая. Здесь представителям СМИ показали взаимодействие сотрудника с собакой и ее умение выполнять различные команды, как рядом с бойцом, так и на расстоянии. А после – необычное зрелище – задержание злоумышленника. Практически все учебные зоны усеяны гильзами, следами былых учений. Такие курсы многих журналистов и операторов выбивают из колеи. Здесь пистолетные выстрелы звучат куда громче, чем с экранов телевизоров, а от автоматной очереди бросают в дрожь. По легенде, на третьей учебной зоне, в двухэтажном доме, террорист захватил заложников. Цель бойцов СОБРа – освободить с минимальными потерями. Представители СМИ предупреждают заранее – лучше не стоять у них на пути. Сотрудники будут работать в полную силу. Старшая группа начинает отсчет перед штурмом. Спустя несколько секунд старшему группу докладывают, что террорист ликвидирован – заложник в безопасности. На вопрос журналистов, как лучше вести себя при штурме дома, боец СОБРа отшучивается – не мешать и слушать команды. Цель данных занятий была прежде всего показать репортерам, как себя вести в данных экстремальных условиях с целью осветить проходящие события и как минимизировать последствия и остаться при всем при этом живыми. Основные правила поведения в подобных специфических ситуациях важно знать не только представителям СМИ, но и обычным людям. Ведь в подобной ситуации может оказаться каждый. Однако именно журналисты рассказывают о них, находясь буквально на линии огня. Так и здесь. Подобные крупные планы бойцов СОБРа не снять с дальнего расстояния. А при штурме дома или взрыве снарядов для красоты кадра иногда приходится подходить на опасные расстояния. А порой ситуация бывает куда хуже. Пустующий перрон имитирует вокзал Рязань-2. По легенде, сюда прибывают футбольные болельщики. Здесь уже дежурят бригады журналистов. Однако в толпе фанатов находятся люди в состоянии алкогольного опьянения, которые и провоцируют беспорядки. Чтобы утихомирить провокаторов, сюда прибывают бойцы ОМОНа. Задача правоохранительных органов – отделить провокаторов от журналистов. Притом так, чтобы никто из них не пострадал. Учебные курсы «Бастион» проходят с 2006 года. Этот поток – 18-й. За все время существования курсов сертификат об их прохождении получили больше 900 человек. Что примечательно, в зарубежных странах существует свой «Бастион». Подобные курсы есть в Англии, например, курсы «Центурион». Но, во-первых, там в основном уделяется только медицине, внимание, учат журналисты, как оказать первую помощь себе, своему коллеге. То у нас, конечно, программа очень расширенная. И те, даже кто были на курсах «Центуриона», особенно наши коллеги из центральной прессы, из Раши, туда и с центральных каналов, говорят, что наши курсы намного выше и более квалифицированы. Представителям средств массовой информации предстоит пройти еще много обучающих лекций и практических занятий. Для них это только середина учебного процесса. Однако, после его окончания они будут куда более подготовленными профессионалами своего дела. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.